Хейо, гайз, с вами Шимики, и с зимой поиграем в игру, которая называется Инфернинекс. Так, я хочу посмотреть по звуку. Нужно, скорее всего, музыку потише сделать, а то довольно орёт. Игра довольно прикольная, на самом деле, из-за того, что, ну, даже уже в настройках, ну, как, в главном меню, да, можно заметить библиотека. И я сюда зашёл, и я просто охренел. Демонология. То есть, это у нас бестиарий. И просто смотря, сколько тут всего, я понимаю, что здесь довольно хорошее разнообразие. Так, давайте быстренько настройки, звук. Я не знаю, либо пускай так будет, да, наверное, музыка. Новая игра, посмотрим, как она будет. О управлении я, в принципе, себе подогнал, как бы где-то мне удобно. Так, уровень сложности в начале игры. Классический режим, сложность по умолчанию для опытных игроков. Плюс. Сложность по умолчанию плюс. Для опытных игроков в любом время можно быть изменить на обычный. Обычный режим. Дополнительное место для сохранения игры в основном... В основных зонах. Вы сохраните немного золота и XP, когда умираете. Начать с дополнительной жизни. What? Ну, классический-то имеется в виду сложный режим и обычный-обычный. Нахрен не сложный. Ну, пусть будет пока этот, посмотрим. Молодый герцог Шемики, уставший от ожесточенных крестовых походов, наконец-то возвращается домой. Но Шемики не знал, что в прошлом году кто-то вернулся к нему на родину и святую землю. Таинственная книга, написанная безумцами, чьи... Письменная... Тает... В себе великую силу. Здесь Шемики начинают свои приключения. Знаете, это полуметроидвание, побережье Апеля. Моряк. Фух, долго было путешествие, милорд. Так, хорошо. Карта. Герцогская Ампеля. Побережье Апеля. Так. Магия. Заклинание, зелье. Задание. Спаситель... Синее земель, прогрессор. Так. Персонаж. Булава, обычная железная булава. Короче, у нас есть оружие, есть умение. Доспехи. Эти доспехи видели лучше времена. Как я понимаю, это у нас в самом низу... Что я могу прокачивать? Сила, здоровье и мана. Но мы будем, конечно, играть через силу в основном. Ну и здоровье вас придется прокачивать. Неплохо. Ага, смотрите, прыжок я не могу контролировать. Заперта. Ну и сниматься. Видите, типа, когда я врагов бью, у них типа минус голова. Ни хера у него, башка отлетела. Ой. Так, циферки, это, как я понимаю, у нас экспада. Убей меня. Выбрать участь. Убить. Помочь. Давайте помочь. Нет, пожалуйста. Как больно. Так, я вижу, у него он кп. Ни хера себе опыта. Думаю, это и так уже труп. Так, подожди, я тут типа был босс? Так, сохранить игру. Молитва притупляет боль от битвы. Так, улучшение. Ага, то есть мы тратим с вами опыт, чтобы что-то прокачать. Давайте силу пкачем, конечно же. Ну, то есть еще больше. И что-то неизвестно. Скорее всего будет как телепорт. Почему за глаза так много дают? Слушайте, я думаю, может, давайте на этом закончим. Мне не нравится то, что... О, скелет появился. О, смотри, теперь я их убиваю не с трех ударов, а с двух. То есть я могу 25, то есть не урон, который я нанес, а опыт, который я получаю. И теперь выход с карты на карту мне дает этот. Что мне мешает пофармиться? Как я понимаю... КП-шку я могу... Не бесконечно прокачивать тоже. КП-шки у меня, как я понимаю, на 4 удара. Ну, то, что, понимаете, здесь контишки есть, и меня могут, в общем, вообще убить. Вопрос. Щит блокирует атаки вражеские? Мы можем, как вариант, с вами проверить это еще. Вот так сказать, позволить врагу атаковать в щит. Может быть, как раз, когда меня враг... А ну-ка. Да. То есть мне наносится урон... О, на 2 урона сделать удар. О, так они опасные. Ага. Ну, слушай, то есть некоторые враги могут наносить не 1 но сердце, а 2 выносить могут. Давайте поставим... Ну, блин, может, на КП-шку еще вкачать? Видеть тут то, что, типа, с монетками рандомно, а типа, бывает одна монетка, бывает ни хера падает, бывает одна. Бывает прямо до 5 монет с врагов падает. Вот, допустим, с этого опять выпало. Ну что, давайте, я думаю, тогда... Мы с вами закончим на этом. Типа, босса убили? Почему нет? О, подожди, кстати. Мы можем посмотреть сейчас без теории, если он открывается. А, ну-ка. Да, библиотека есть. Ага, то есть так я не могу, да, посмотреть, что... Кто это? Малый демон. Распятый. Нежить. Таракан. Голбоглаз. То есть это начальные враги. Малый демон. Скелет. М. То есть у них есть подраны. А кого я только что одолел? Это старшие демоны, да? Великий демон, скорее всего, это мини-боссы. Старший демон это... Босс боссом. Пайман. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Всего в игре 12 боссов. Ну... Такие, слушайте, на самом деле. Хотя, если взять такую систему, как... Возможность бухнуть полностью... Это меня не очень радует. Если у меня есть возможность фармиться, конечно же, лучше... Фармиться. Почему нет? Типа, за этих я получаю по двадцать пять. За флазик я получаю, по идее, по десять-пятнадцать. А ну-ка. По десятке, да? Сколько их тут? В уровне девяти. Убить двух скелетов, либо убивать... С одной стороны, я на скелетах быстрее фармлюсь. Из-за этого я получаю пятнадцать. Давайте я на паузу поставлю, пофармлюсь. Хотя, зачем нам ставить на паузу, либо что-то такое, если мы убили босса. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok